Гирлянда 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 В четвертой главе Бхагавадгиты в самом начале Кришна, обращаясь к Арджуне, говорит, поскольку ты мой преданный и также мой друг, поэтому я открою тебе это знание. Также 18 главе Бхагавадгиты Кришна говорит, я обещаю тебе это, потому что ты очень дорогой мне друг. Что же он пообещал Арджуне? Он говорит, я обещаю тебе, что ты вернешься домой в Духовный мир, в мою Духовную обитель. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что мы также должны стать друзьями Кришны, следуя тому процессу, которому последовала Арджуна. И этот процесс, которому последовала Арджуна, описан в Бхагавадгите дважды, сначала в 9 главе, а потом позже в 18 главе. И так Кришна просит Арджуна, он говорит, думая обо мне, стая моим предным, поклоняйся мне, выражай мне почтение. Это утверждение считается как самое сокровенное знание, содержащееся в Бхагавадгите. Итак, если мы следуем этому процессу, которому последовал Арджуна, также мы можем стать друзьями с Кришной. А стать другом Кришны обозначает стать естественно другом всем другим живым существам. Потому что все остальные живые существа являются частицами Кришны. И поэтому, если мы будем всех воспринимать как частицы Кришны, то, естественно, у нас к ним будет дружелюбное отношение. Вот сейчас алтарь немножко занавешен, но когда эту данность уберу, там вы увидите после портретов учителей Парампоры, и вы увидите изображение шести Госвами. Шесть Госвами были непосредственно последователями Чайтани Махапрабу. И есть прекрасная песня Шат Госвами Аштака, которую написала Шиневас Ачария. И в этой песне он описывает характер или природу этих шестерых Госвами. И в словах этой песни он говорит, что этих шести Госвами их любили все. И культурные люди, и грубияны. Легко подружиться с мягким культурным человеком, но сложнее подружиться с человеком, который грубый в отношениях, резкий, жесткий. Но эти шесть Госвами, они настолько глубоко сознавали Кришну, что они могли дружить со всеми. Поскольку эти шесть Госвами видели в сердцах всех живых существ частицы Кришны, видели Кришну там, то они, соответственно, и относились ко всем существам с любовью, как к частицам Кришны. И эти люди, будь они культурные, мягкие или грубые, они соответствующим образом отвечали этим шести Госвами. Мы с Вами живем в эпоху Кали. Эпоху Кали описывают как эпоху ссор и конфликтов. В эту эпоху людям очень трудно жить вместе в состоянии мира. Муж и жена могут постоянно спорить и ругаться друг с другом. Братья часто враждуют друг с другом. Весь мир полон конфликтов. Если мы слушаем новости, посмотрите, что пишут, что показывают. постоянные конфликты на уровне людей, на уровне наций. И все это происходит вследствие нехватки сознания Кришны. поскольку у людей нет этого осознания Бога, это проявляется в том, что мир полон проблем. В пятой главе Бхагавад-гиты Кришна провозглашает формулу мира. И Кришна говорит, что если вы хотите мира, то вы должны понять три вещи. Не только понять, а практически их воплотить в жизни. Первое, что нужно понять, это то, что всему принадлежит Кришне или Богу. Мы заявляем свое право собственности на множество разных вещей. Мы родились в этом мире ни с чем. И когда мы умрем, мы уйдем из этого мира тоже ни с чем. Мы ничего не сможем взять с собой в момент смерти. Но пока мы живем в этом мире, мы заявляем свое право собственности на множество вещей. Мы часто слышим такие утверждения. Это мое, это принадлежит мне. Но если у нас есть осознание Бога или сознание Кришны, в этом сознании мы и понимаем, что все принадлежит Богу. И тело, которым мы сейчас пользуемся, также принадлежит Богу. Это тело дано нам по милости Верховного Господа. Но мы думаем, что это тело мое. Это тело мое. В этом проявляется наше невежество. Это невежество иногда называют аханкара или ложное эго. Итак, это невежество и ложное эго проявляется в первую очередь в том, что мы считаем себя этим телом. И далее мы смотрим, что окружает это тело и говорим, это принадлежит нам. И именно в этом заключаются все страдания этого материального мира. Если мы хотим избавиться от страдания, сначала нужно выйти из состояния невежества. Поэтому Бхагавад-гита дает нам ясные наставления об отличии души и тела. Подобно тому, как есть машина и есть водитель в машине. Машина и водитель — это различные явления. Машина не может двигаться без водителя. Также и тело не может функционировать без души. И заботиться нужно и о теле, и о душе. Телу нужна пища, и душе нужна пища. Также, как машине и водителю, каждому нужна своя пища. Мы кормим машину бензином. Но водителю мы бензин не предлагаем. Потому что водитель отличается от машины. Подобным же образом тело отличается от души. Мы даем пищу телу, но душе нужна особая пища, духовная пища. И наша практика сознания Кришны — это не что иное, как практика кормления души. Мы даем душе пищу. Итак, мы должны заботиться и о теле, и о душе. Потому что и тело, и душа являются собственностью Верховного Господа. Душа — это крошечная частичка Верховного. Так же, как рука является частью тела. Если рука отделена от тела, рука теряет всякую ценность. У меня есть друг, который работает в сфере медицины. Он хирург. И однажды он мне рассказал, как они ампутировали ногу. Человеку, который попал в какую-то тяжелую аварию, то есть нога уже... Ну, ее нужно было ампутировать. И как только ее ампутировали, первое желание возникло — это не надо побыстрее избавиться, потому что это такое омерзительное зрелище. То есть это совершенно отвратительная и бесполезная вещь. Но когда нога соединена с телом, она очень ценна, она очень важна. Тот же принцип можно применить к взаимоотношениям души и высшей души. Мы все индивидуальные души, и мы все являемся частицами высшей души. Мы практикуем йогу, точнее, бхакти-йогу. Это наука о том, как обеспечить связь души и высшей души. И когда мы связываемся с высшей душой, вот тогда мы можем реализовать все функции индивидуальной души. Однако, когда живое существо действует отдельно от Бога, без связи с Ним, тогда оно постоянно страдает и постоянно находится в режиме борьбы, преодоления трудностей. И поэтому нам регулярно нужны наставления, некое руководство, которое помогало бы нам эту связь обеспечить души с высшей душой. Здесь, в Владивостоке, мы видим множество машин, если, допустим, у вас с машиной что-то случилось, и вы не механик, вы не знаете, что с этим делать, куда вы пойдете. Если эту машину доставить в мастерскую, к специалисту, к механику, он послушает двигатель, посмотрит, что надо за гранью, и быстро разберется, что нужно сделать. Подобно этому нам тоже нужен специалист. В жизни нам необходимо руководство духовного эксперта, духовного учителя, который говорил бы нам о том, как нам связаться с Кришной. Итак, возвращаясь к формуле мира, первое, что сказал Кришна, это необходимо понять, что все принадлежит Ему. Второе, что нужно понять, что все существующее предназначено для удовлетворения и наслаждения Кришны. Итак, если пункт первый, что все принадлежит Ему, пункт второй, значит, он этим, что принадлежит Ему, имеет право наслаждаться. Но если мы удовлетворяем Кришну, то этим мы удовлетворяем всех остальных. Потому что мы все являемся частичками Кришны. Простой пример иллюстрирует это. Если мы помещаем пищу в желудок, то желудок распределяет энергию и тем самым питает все остальные части тела. Другой пример, когда мы поливаем растения, мы поливаем корень. И от корня уже вода распространяется на ствол и ветки. И同ый принцип используется, когда мы делаем службу для Кришны, мы удовлетворяем Кришну, то все его части и части, тот же самый принцип применим и в отношении служения Кришне. Когда мы служим Кришне, то все остальные, кто является его частицами, кто является его частицами, они получают также удовлетворение. И третий элемент формулы миры состоит в том, чтобы понять, что Кришна является нашим лучшим другом. Я с самого начала обещал вам рассказать о дружбе. И дружба как раз имеет в качестве своей высшей кульминации дружбу с Богом. В процессе нашей жизни у нас было много друзей. У нас были друзья в детском саду. Потом у нас были друзья в школе. Потом в колледже какие-то новые друзья. Потом вступили в семейную жизнь, новые друзья. Итак, столько друзей пришли и ушли в нашей жизни, но есть один друг, который никогда не исчезает, и он всегда остается с нами в нашем сердце. Но вот именно об этом друге мы больше всего склонны забывать. Мы ищем друзей во внешнем мире и забываем о том, что есть друг прямо в нашем сердце, который терпеливо ждет, когда же мы обратим свое внимание на него. И так Кришна в качестве сверхдуши находится в сердцах абсолютно всех живых существ. И Он является другом всех живых существ. И как друг Он направляет всех нас. Он дает нам знания, память и забвение. Поскольку Он находится в сердце, Он прекрасно знает о всех наших чувствах и желаниях. И Он направляет нас в соответствии с настроением нашего сердца. Если мы хотим знания, Он дает нам знания. Если мы хотим понять Бхагавадгиту, то Кришна может помочь нам понять Бхагавадгиту. Если мы хотим забыть Его, то Он может создать для этого все условия. И так Кришна находится в нашем сердце как друг, который направляет нас. Мы ищем друзей, но это так непросто найти друга. Очень легко найти врага. Найти конфликт, найти какую-то проблему, это очень просто. На каждом шагу. А если вы ищете, с кем бы поругаться, подраться, вообще элементарно. Но если вы хотите найти друга, о-о-о, это испытание, это очень непросто. И общество сознания Кришны, в общем-то, предназначено для того, чтобы мы стали друзьями. Мы хотим развивать любовные отношения с другими живыми существами. Мы понимаем, что все живые существа являются частицами Бога и, соответственно, Его детьми. То есть у нас у всех один общий отец. А все остальные это наши братья и сестры. И мы хотели бы иметь с ними хорошие дружеские отношения. Лучший способ подружиться с кем-то — это начать помогать кому-то. И лучшая помощь, которую можно оказать живому существу, это дать ему знание о духовных отношениях. Потому что в этом материальном мире мы только постоянно боремся с разными ситуациями, пытаемся найти счастье, наслаждение. В читании Чаритамрите есть история про одного человека, который был очень бедным. И вот этот бедняк повстречал астролога. Астролог сказал ему, «О, твой отец был очень богатым человеком». А этот человек очень удивился и сказал, «Мой отец не оставил мне никакого наследства, я не помню какого-то богатства». но астролог сказал, «Нет, нет, я-то знаю, твой отец был очень богатым человеком, он оставил тебе сокровища, просто он закопал его». И этот человек подумал, «Ничего себе, в чем же благо-то, если он закопал его, где же я его найду?» Но астролог сказал, «Я помогу тебе, я тебя направлю, куда надо». Он сказал, «Не копай с восточной стороны дома, не копай с южной стороны дома, потому что там только, так сказать, появится какой-то дух, призрак, который будет тебя беспокоить». А с западной стороны тоже не копай, потому что иначе появятся какие-то пчелы и будут тебя кусать, жалить. А с северной стороны, если будешь там копать, может появиться какая-то большая змея, которая заглотит тебя целиком. Но если ты будешь копать с восточной стороны дома, там ты найдешь свое сокровище. И дается пояснение, что южная сторона, она представляет собой какие-то мистические силы, всякие такие тайные вещи, которые интересуют человека, но в действительности это лишь беспокоит человека подобно духу, одержимого духами. Западная сторона связана с кармической деятельностью, стремлением к плодам. И человек, который стремится к этим плодам, он получает их, эти плоды, подобные укусам пчел. Северная сторона связана с безличным освобождением, с попыткой слиться с этим безличным брахманом. Но восточное направление, оно связано с этим сокровищем, с ведической литературой. И поэтому, на самом деле, мы все богатые люди. но мы должны понимать, что богатство наше заключается не в бумажных деньгах, не в денежных знаках, а в знании, которые изложены в Бхагавадгите. Наша удача в том, что наши отцы и праотцы, представители ученической преемственности, оставили нам это сокровище в виде духовного знания. И нам нужно суметь воспользоваться благом этой литературы. Регулярно члены общества сознания Кришны распространяют эту литературу. И это один из лучших путей проявить дружелюбие или дружбу по отношению к людям. Потому что люди в материальном мире страдают, сражаются из-за этого из-за отсутствия этого духовного знания. И те, кто дают этим людям Бхагавадгиту это знание, они как раз и являются наиболее милостивыми друзьями по отношению к этим людям. проявить дружелюбие к другим живым существам обозначают дать им это знание в форме Бхагавадгиты. Мы предлагаем вам тоже испытать это счастье, что это такое давать людям это сокровище. Вы можете взять Бхагавадгиту для себя почитать и если вы сумели это оценить следующий шаг вы можете поделиться этим с другими. например если у вас есть лекарство от какой-то болезни вы не будете хранить его только для себя. Вы понимаете что другие тоже страдают от этой же болезни и тогда у вас появится желание поделиться с ними этим лекарством. Также и знание которое содержится в Бхагавадгите способно спасти нас от материальной жизни. Материальный мир это не самое приятное место для жизни это место рождения и смерти мы все родились здесь и однажды мы все вынуждены будем умереть и мы проходили через эти процессы рождения и смерти неоднократно в разных формах жизни и сейчас мы находимся в человеческой форме жизни и кроме преимущества которое мы получаем от человеческой формы жизни еще одно преимущество это возможность общения с людьми сознающими Кришну и благодаря общению с людьми сознающими Кришну мы сможем пересечь океан рождения и смерти и такая возможность предоставляется довольно редко и мы можем сделать это просто читая Бхагавадгиту и поэтому мы предлагаем вам изучать Бхагавадгиту на повседневной основе это должно стать каждодневным занятием здесь каждый вечер мы проводим лекции по Бхагавадгите но вы не обязаны сюда каждый вечер приезжать это все можно удобнее устроить возьмите Бхагавадгиту с собой домой и почитайте ее там Шанкар Ачария великий учитель Ачария жил более тысячи лет назад он обучал людей ведическому знанию и говорится что он был инкарнацией воплощением Господа Шивы и он говорил что даже небольшое знание Бхагавадгиты и капелька воды из Ганги может дать человеку освобождение поэтому освобождение это как выясняется не такая уж сложная вещь мы все можем достичь освобождения все что нужно это знать процесс и исследовать этому процессу внимательным образом тщательным образом есть ли у кого-то какие-то вопросы спасибо спасибо махараджи мы говорили о дружбе а могли бы рассказать о Шили Прабхупаде кто были его друзья и как он поддерживал с ними дружеские отношения спасибо махараджи за класс вы говорили важность общения может рассказать нам о Шилах Прабхупаде кто были его друзья и как он сохранил его друзья другом Шилы Прабхупады был Кришна и поэтому куда бы он не поехал его друг всегда был с ним он отправился в Америку один и так он отправился в Америку один но он встретил многих друзей он в своих отношениях с людьми был очень дружелюбен люди очень любили с ним общаться Шилы Прабхупада всегда находил время для людей он готовил для людей и сам же подавал им пищу он удовлетворял их и пищей и приятными словами и он рассказывал им о своей жизни и о детстве и о разных событиях которые происходили в его жизни и он все это наполнял философией сознания Кришны у него были друзья в разных храмах из Гаудиа Матха у него были друзья в сфере бизнеса которым он занимался прежде чем ушел на покой потом он принял саньясу это было некоторым изменением его жизни и соответственно появились новые друзья как саньяси он путешествовал проповедовал но он всегда умудрялся сохранять дружбу со многими и не только с людьми из Индии а с людьми других мест куда бы он не поехал благодаря своей любви и заботливому подходу он мог сохранять дружбу хотя многие из его друзей были его учениками тем не менее можно сказать что отношение учителя ученика в какой-то степени это тоже дружба потому что духовный учитель он друг своему ученику он хочет помочь ему в развитии сознания Кришны а духовный учитель не бог он как личность любит обмениваться общением с другими поэтому Шли Праупади нравилось общаться с преданными я помню в Лондоне у нас был небольшой центр Шли Праупада был там и тут прилетел один преданный из Америки из Лос-Анджелеса где у них был большой центр и этот человек который прилетел из Лос-Анджелеса посмотрев на нашу так сказать тесную такое тесное такое местечко он сказал не ребята для Праупады такое место невозможно он сказал давайте лучше снимем Шли Праупади комнату в гостинице и это было в преддверии визита Праупада и президент Праупада написал Праупади сказал Шли Праупада может быть тут говорят может вам лучше комнату в гостинице снять но Праупада ответил не хочу в гостинице я хочу жить в нашем центре с преданными то есть этим Шли Праупада указал на свой интерес на желание находиться в близких отношениях с преданными в гостинице Шила Прабхупада очень рано вставал, писал, переводил, комментировал, но если вы сидели где-нибудь там рядом с его комнатой, он замечал это, он говорил, хочешь зайти, заходи. То есть, на этих примерах мы видим, что Шила Прабхупада очень дружелюбно относился к другим. И вот у нас здесь есть божества Джаганат Субадр Баладев, Шишинита и Сачи Сута, они тоже друзей ищут. Они хотят подружиться с преданными. И мы можем все служить им. Здесь много разных форм служения, которых есть необходимость. И поэтому мы вдохновляем всех вас, замечательных преданных, говоря о том, что есть возможности для служения. Просто сделайте служение, вы уже будете в дружеских отношениях. И понять Кришну можно через служение. Скажите, а вы когда распространяли книги о Шиле Прабхупаде, когда люди спрашивали, которые не знали, кто такой Шиле Прабхупада, они говорят, кто такой Прабхупада? Что вы им отвечали? И когда они спрашивали, зачем мне нужно читать эти книги? Я объяснял, что Шиле Прабхупада является представителем ученической преемственности. Учитель, сам, но ученической преемственности. То есть есть непрерывная цепь ученической преемственности, берущая свое начало от Господа Кришны. И Шиле Прабхупада является представителем этой линии учителей. И он представляет нам послание данное в этих книгах. Причина, почему мы должны читать эти книги, если зададут такой вопрос, то ответ таков, эти книги дадут нам совершенное знание. Мы обретем знание об абсолютной истине. Когда мы говорим об абсолютной истине, нужно понять, что есть много редакций Бхагавадгиты. В данном случае мы распространяем Бхагавадгиту, как она есть, то есть истина без изменений. Другие переводчики, комментаторы Бхагавадгиты, они не находились в этой линии ученической преемственности. Поэтому через Бхагавадгиту у нас есть замечательная возможность пообщаться с представителями этой ученической преемственности. Мы можем понять Шилу Прабхупаду через его книги. Таким образом мы пытаемся объяснять людям. Мы должны им объяснить, что есть ложные цели и есть истинные цели. Золото может быть поддельным, а золото может быть настоящим. Как отличить настоящее от поддельного? Для этого вам нужно знать, каковы признаки настоящего золота. Точно так же мы должны понимать, кто является учителем, кто не является. Учителем без знания об этих вещах очень трудно понять. Но, читая Бхагавадгиту, с данными комментариями, человек может получить соответствующую, должную информацию. Здесь все предельно ясно объясняется. Много разных версий Бхагавадгиты. Читаешь их и пытаешься понять, а в чем же смысл. Но эта версия Бхагавадгиты так написана, что читаешь ее и легко понимаешь, в чем суть. И именно из-за этой книги, из-за того, что она понятна и доступна, большинство из нас-то тут все оказались. То есть это настоящая книга, потому что она реально превращает людей в предных. Много, столько было переводов и комментариев на Бхагавадгиту, каков результат ни одного преданного. Где эти все преданные предыдущих переводчиков, комментаторов? Но после перевода комментариев Шилы Прабхупады Бхагавадгиту, столько преданных появилось в мире. Это само по себе и является подтверждением, доказательством того, что это очень могущественная, настоящая книга. Потому что она может менять жизни людей. Хотите измениться? Тогда возьмите книгу. Всем спасибо. Харе Кришна. Джая.